В кассах Севастопольского автовокзала по-прежнему невозможно приобрести билет с отправлением из городов Республики Крым. Как нам пояснил начальник автовокзала «Севастополь» Сергей Кистенев, функция взаимных продаж автобусных билетов между автовокзалами и автостанциями Севастополя и Крыма исправно работала до июня 2018 года, когда предприятие «Крымавтотранс» в одностороннем порядке перешло с общей кассовой диспетчерской системы на собственный программный продукт. Автовокзал «Севастополь» работает в прежней программе, которая ранее являлась общей для Севастополя и для Республики Крым. Республика Крым перешла на новый программный продукт. Для того, чтобы эти различные программы взаимодействовали, видели друг друга, необходимо сформировать интеграционный мост между этими программами. Крымские коллеги заверили руководству севастопольского автовокзала, что они тоже заинтересованы в скорейшем восстановлении системы взаимных продаж. Однако прошло уже более полугода, а ситуация до сих пор не разрешилась. Как сообщил Сергей Кистенев, в Севастополе самостоятельно подготовили IT-мост для интеграции программ. Владелец и разработчик программного продукта, которым мы, автовокзал Севастополя, пользуемся в настоящее время, и который являлся общим до выхода Крыма Автотранса, самостоятельно за счет собственных сил и средств разработал электронную интеграцию двух программ – нашей и крымской. По словам Сергея Кистенева, со стороны Севастопольского автовокзала тестирование интеграционного моста завершено. Однако крымские коллеги к тест-драйву пока не присоединились. К сожалению, в силу ряда последовательных организационных технических проблем у наших коллег, работа в Крым Автотрансе по данному вопросу не завершена, близится к завершению. Рассчитываем, что в ближайшее время наши коллеги завершат эту работу, и мостик интеграционный будет восстановлен. Поскольку купить билет с отправлением из городов Крыма в кассе нельзя, руководство автовокзала развернуло в зале ожидания специальное рабочее место – компьютер, с которого можно купить билеты в интернете. Можно воспользоваться двумя видами услуг. Первое – это регистрация на авиарейсе, то есть пассажир в ожидании автобусного рейса в аэропорт может пройти регистрацию на авиационный рейс. И вторая услуга – это онлайн оформление билета на все направления, в том числе на внутрикрымский. Инструкции несложные, следуя им, пассажир может воспользоваться обоими услугами. В Севастополе программу, по которой ранее работали и здесь, и в Крыму, считают довольно перспективной. Ею пользуются такие предприятия, как Крымтроллейбус и Севастопольский морской вокзал. Также с ее помощью планируют обеспечить продажи билетов на кометы, которые курсируют между Севастополем и Ялтой. Телеканал НТС направил информационный запрос в Крымавтотранс, чтобы узнать, почему на предприятии решили перейти на новую систему и когда ситуация с продажей билетов будет исправлена. Начальник Севастопольского автовокзала выразил надежду, что крымские коллеги подключатся к IT-мосту хотя бы к началу высокого туристического сезона.